Около ста лет в этом селении не было храма. Народу приходилось идти в ближайшее селение на богослужение. И вот Божие благословение посетило село Лиманское. Два года назад митрополит Агафангел совершил чин закладки храма и освящение места под его строительство. А 20 мая сего года архиерей осветил престол, стены и в целом храм отныне начал выполнять свое непосредственное служение по благословению правящего святителя. И вот уже спустя два года, опять же, за благословение владыке, огромное ему спасибо, с милости Божией мы здесь вот сегодня освящаем уже непосредственно законченный храм. Сейчас уже мы понимаем, что это будет самый естественно новый храм Ленинского района. И учитывая то, как вы правильно сказали, отдаленность этого села от нашего областного центра, и вообще это самая крайняя южная точка нашей Одесской области, огромное спасибо, что Владык Агафангел нашел время и приехал осветить вот этот вновь построенный храм. Теперь для этого села появился собственный храм для духовных нужд его жителей. Здесь благодать Божия. На этом месте, где около 100 лет вообще не было храма, люди теряли веру, надежду, ходили в ближайшие храмы, а внуки в воду безбожной власти были закрыты, дальние расстояния преодолеть не каждый вук. Вояжение осуждено, освящение, совершите храмы сего. Согласно православной традиции, храм воздвигался всем миром, и даже в такое непростое время, как сегодня, верующему народу удалось совершить доброе дело. Самое главное, я вам хочу сказать, что недавние события в Верховной Раде, там мы знаем эти законы, которые должны были быть приняты. И слава Богу, с Божьей милостью, конечно же, знаете, послал богословение и разум моим коллегам. И законы эти были вообще сняты с рассмотрения. И я вам хочу сказать, что была очень небольшая часть народных депутатов, которые их поддерживали, а наоборот большая часть как раз вот в Верховной Раде, все-таки их снять с рассмотрения. Потому что для нас сейчас, я считаю, что самое главное, это как раз примирение, объединение, мир и согласие между нашими единоверцами. И самое главное, в нашем мультинациональном регионе, вот при Дунаве, он еще и помимо мультинационального, он еще и многоконфессиональный. Первая божественная литургия в новосвященном храме стала тем победным венцом над богоборчеством, боготступничеством и равнодушием к Святой Церкви. Вновь победила правда Божия, воссияв золотом куполов, звонко зазвучав могучими колоколами. Теперь здесь не пустырь, а место благодатное, где на нас смотрят святые, где служат ангелы, изливается свет Христов.